Не доглядели, не догадывались, а может нарочно смотрели сквозь пальцы. Теперь министры, вице-министры, акимы областей и их заместители, руководители районов будут отвечать за коррупционные преступления своих непосредственных подчиненных. Заплатить придется своей должностью. Президент страны подписал соответствующие поправки в закон о госслужбе и противодействии коррупции. Самое время присмотреться к своим подопечным на местах. Кто и за кого отвечает своим креслом, расскажет Айгерим Укашева. Миллионами воровал из бюджета. Крупная афера экс-заместителя руководителя управления финансов в нашей области в июне стала одной из самых популярных новостей. На пару с супругой экс-чиновник через аффилированное предприятие крал деньги. Дело сейчас в суде. Похищенное, а это больше 500 миллионов тенге, полностью вернули в бюджет. Экс-руководитель ведомства тогда подал в отставку. Так сказать, ответил за проступок подчиненного. О такой ответственности говорил и президент страны Касымжумар Тукаев на совещании по вопросам борьбы с коррупцией. Если мы серьезно хотим искоренить коррупцию, то, по моему убеждению, руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных. Принять или не принять отставку – это прерогатива главы государства. Но заявление об отставке – обязательная мера. А на прошлой неделе Касымжумар Тукаев подписал соответствующие поправки в закон. Это, говорят, в профильном департаменте станет новым этапом борьбы с коррупцией. Согласно новой редакции закона, руководитель обязан подавать в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Меры жесткие, но действенные, а главное необходимые. Ведь каждый украденный тенге в итоге оборачивается некачественными работами. А потом протекают крыши в детских садах, асфальт рассыпается на глазах, а вода годами не может дойти до сельских жителей. Теперь за коррупцию будет отвечать не только виновный госслужащий, но и его руководитель. Для руководителя центрального государственного органа, то есть министра, это будут его заместители, ответственный секретарь, либо руководитель аппарата, руководители областных подразделений. Для Акима области, города республиканского значения, столицы, непосредственными подчиненными являются его заместители, руководители аппарата, Аким района, либо города областного значения. Заместитель Акима несет ответственность за руководителя курируемых им исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета. А Акимам районов следует присмотреться к своим заместителям, а еще руководителям аппарата, исполнительных органов, Акимам сел и сельских округов. За их коррупционные преступления главам районов, возможно, придется заплатить своим креслом. Это будет решать тот, кто и назначил руководителя. Необходимо и правильно или слишком сурово? Своим мнением о нововведении поделились и североказахстанцы. Если подчиненные руководителя попались на взятки, то руководитель должен освободить от должности освобожденного. Он должен наказание понести обязательно. Значит, плохо работает, наверное, он знать должен свой личный состав. Считаю, что это неправильно, потому что он мог не знать, работодатель об этом. У него тоже семья и дети, сотрудники разные бывают. Ответственность понесут и те, кто слабо проводит профилактику. Даже если непосредственный подчиненный взяток не брали, но анализ показывает высокий уровень коррупции, руководителя привлекут к дисциплинарной ответственности. Айгиря Мукашева, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК.